От тьмы к свету Кассета третья Продолжение о рыбаке и золотой рыбке Отыскали старика привели к ней Говорит старику старуха Воротиш, поклонись рыбке Не хочу быть вольной царицей Хочу быть владычицей морскою Чтобы жить мне в океане море Чтоб служила мне рыбка золотая И была у меня на посылках Старик не осмелился перечить Не дерзнулся поперек Слово молнии Вот идет он к синему морю Видит на море черная буря Так и вздулись сердитые волны Так и ходят, так воем и воют Стал он кликать золотую рыбку Приплыла к нему рыбка Спросила Чего тебе надо, старчи? Ей старик с поклоном отвечает Смелуйся, государина рыбка Что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей Хочет быть владычицей морскою Чтобы жить мне в океане море Чтобы ты сама ей служила И была бы у ней на посылках Ничего не сказала рыбка Лишь хватом по воде плеснула И ушла в глубокое море Долго умря, ждал он ответа Не дождался К старухе воротился Глядь Опять перед ним Землянка На пороге сидит его старуха А пред ней Разбитая Корыка Из журнала Кормчи Одиннадцатый номер За тысяча восемьсот девяносто шестой год Добрый гость Картинка из жизни Вечерние лучи мартовского солнца Золотой ткани скользили в березовой роще Сквозь ветки с красноватыми почками В роще еще сплошным ковром лежал снег А по соседству с ней на полянах Чернились уже большие проталинки Кое-где серикали птички Слышно было, как журчали бойкие ручейки По роще шел священник Близлежащего села Это был мужчина лет сорока Задумчивым бледным лицом В его умных глазах Светились кротость и ум По временам он останавливался Любуясь безмятежием и красотой вечера В воздухе было разлито весеннее дыхание Так и чудилось кругом, что природа возрождается Оживает Вот и рощица кончилась С полянки видно стало, как солнце огненным шаром Склонялось к западу С минуты на минуту, готовясь погрузиться За те прозрачные зубчатые облачка Что легкой рябью облегали край горизонта Из-за пригорка замелькали сарай небольшой деревушки К ней-то очевидно и направлялся батюшка Но по мере того, как он приближался к деревушке Умное лицо его становилось все печальнее Привлекательные окрестные виды Уже не манили к себе его взоров В воображении его проносился образ Одной несчастной прихожанки Марьи Сегодня во время торжественной утренни Она так горько плакала, так усердно молилась И от внимательного пасторя не утаились ее горькие слезы Впрочем, и без них он знал безотрадную жизнь Этой женщины и всей ее семьи И вот вечером великий праздник вербного воскресения Надумал он навестить горемычных Изба Никиты Семенова, мужа Марьи Стояла вторая от краю Батюшка прошел не околицей, но за дами, через огороды На улице кое-где еще сидели кучками деревенские люди Но Никита против обыкновения, трезвый в этот день, был дома И спешил засветло поужинать На стук священника вышел сам хозяин, не старый мужик Увидав же нежданного гостя, он заметно смутился Здравствуй, Никита, приветливо проговорил батюшка Я к тебе кое о чем потолковать завернул Милости просим, как бы нехотя проговорил тот, несколько оправившись от изумления Только священник вошел в избу Ребятишки Никитина, одетые в рваные рубашечки Брызнули из-за стола прямо на печку Выпустив из рученок куски хлеба И оставивши на столе деревянную чашку Наполненную жиденьким кваском и луком Сама же хозяйка спокойнее И с некоторой даже радостью отнеслась к приходу батюшки Попросив благословения, она пригласила его присесть Никита стал у печки угрюмой, видимо, недовольный неожиданным посещением Убогой неприглядно была обстановка Никитиной избы Отблес зари едва проникал в нее через три маленькие окошка Где по местам вместо стекол торчали грязные тряпки В переднем углу не светилась даже лампадочка Марье не на что было и маслица купить для нее Стол, растрескавшаяся, покачнувшаяся печь Полка с горшками, напоминавшими скорее черепки, чем посуду Две скамейки, широкая кровать с набросанным на нее тряпьем Закоптелые до черноты стены Вот и все Какая беспомощная нужда Какая беспощадная бедность проглядывали во всем этом Грустный сидел священник, молчаливо оглядывая убожество жилища Окружающая обстановка слишком удручала его отживчивую душу Между тем темнота надвигалась все гуще и гуще Точно намеревалась потопить в своих волнах и убожество бедности И неловкость смущенных хозяев Вы уж, батюшка, не взыщите, зажечь-то у нас нечего Вот в потьмах и сидим Первая нарушила общее молчание Марья Ничего, ничего, не беспокойся, заметил он ей Я вот к Никите потолковать зашел А это и без огня можно делать Жду тебя, Никита, уж ни год и ни два, а несколько Все, думаю, придет Вот придет поговеть Богу, помолиться Нет, как нет Дай, думаю, сам пойду к нему Никита потупился Да, друг мой, вспомни то время, когда ты в последний раз Ощущал свою душу покаянием Когда сподобился причаститься святых тайн, а? Когда ты, наконец, был в храме на общей христианской молитве Ну что же ничего не скажешь мне на это Да что же, батюшка, вам сказать-то Ну, правда, давненько не бывал Буркул недовольным голосом Никита Нет, друг мой, не давненько, а давным-давно Вот на духу ты не был уже девять лет А в храме тоже года три я тебя не видал Да неужели же тебе и в голову во все это время Не приходила ни разу такая мысль Что это я так одичал, огрубел Аль во мне и души разумной не стало Или и христианином быть я перестал Что в беседе с Господом Богом В молитве к Нему совсем не нуждаюсь Да когда же, батюшка, нам прикажете Раздумывать обо всем этом Сами видите, как из нас без нас бедность одолела То работа, то нужда И на раз и собрался бы в праздничное время В храм-то А глядь, одеться не во что Ну и не пойдешь, ведь засмеют Вам не сказать, какой теперь народ Насмешливый стал над бедным человеком Все это Никита заметил ему священник Одни пустые отговорки Все это неизвинительные причины Говоришь, одеться не во что Стыдно, засмеют Ведь засмеют только люди неразумные А всякий порядочный человек порадуется Когда бедный грешник хотя бы в рубище Придет поклониться Господу Поведать ему многие грехи свои Стыдно прийти в рубище А совсем-то не ходить Неужели не стыдно перед теми же добрыми людьми? Ссылаешься на бедность На бедность-то от кого? Я вот пятнадцать лет служу в вашем приходе Знаю, каков ваш дом при родителе твоем был И вижу, каков он теперь стал А ведь родители тебя на путную дорожку наставили Грамоте научили В мастерство отдали Ты вот печник хороший Заработок всегда будет, только не ленись Ну пусть, как ты говоришь, работа да забота мешает тебе в божий храм сходить Так где же плоды твоей работы, твоих трудов усердных? Оглянись кругом Избушка не нынче завтра упадется А деяния, говоришь, нет Так кто же опять виною тому? Ты, мужчина здоровый, не старый Мастер, не глупый И не в состоянии себе сделать хоть одну путную поддевочку Стыдно, друг мой, стыдно Посмотри-ка, твои соседи такие же, как и ты, крестьяне А заработок-то у него много хуже твоего А живут себе Все в них мало-мальски нужное есть И детишки сытые и одеты А ты куда деваешь свою добычу? Ты где проводишь свои досуги? Подумай об этом повнимательнее Порасспроси-ка свою совесть Она тебе истинную правду скажет Ничего не утаит, не скроет, не обманет Так-то, Никита Опомнись, пожалей жену Деток малых, их доля-то у тебя хуже сиротской А ведь они плоти кровь твоя, родные твои Побойся, Господа Бога Он терпит, милосердствует Но ведь все видит, видит твое пагубное одичание Но Никита не дал договорить священнику, пока он слушал его Если бы не мрак, то можно было бы заметить, как злоба передергивала его лицо Какие серепые взгляды метал он на увещевавшего его пастыря Все это вы, батюшка, перебил он, складно поете Все это так Да только и мы-то не дураки На возрасте, сами понимаем, как жить следует Вот церкви говорите, что хотите А здесь наше домашнее житье разбирать дело не ваше Вас сюда не просили Случится треба, ну, тогда просим покорно А теперь понапрасну утруждать все изволили На бедность я у вас не просил Бедно ли, богато ли живем, дело наше Мы терпим, вас терпеть не заставляем А теперь, выходит, дело нам и на отдых пора Вам тоже поздненько Пока Никита говорила, Тамарья только покачала головой, удивляясь Как в нем хватает дерзости говорить такие слова отцу духовному Ребятки, заслышав в спечке раздраженный голос отца Еще тише притаились, еще плотнее сжались в темном углу Нет, друг мой С твердостью и убедительностью в голосе заговорил опять священник Вставая, Славки, ошибаешься И жестоко ошибаешься ты, если думаешь, что мне нет никакого дела до тебя, до детей твоих Вообще до жизни моих прихожан Я поставлен от Господа Бога заботиться об вашем спасении И я же отвечу перед ним, если не родив буду отчадок духовных Не для одних треба исправлений назначен я, но и для руководства в вашем поведении И никто другой не имеет такой власти и такого права наблюдать за жизнью людской, как отец духовный Вот человек утопает в пьянстве, ожесточил сердцем Огрубел всеми добрыми чувствами человеческими, забыл Бога, потерял совесть Кто же, как не отец духовный, протянет ему руку, чтобы вытащить его из пагубной пучины В который несчастный день от дня погружается все глубже и глубже Жена такого безумца проплакала все глаза, молодость ее преждевременно отсвела среди безысходного горя, беспросветной нужды Здоровье ее растеряно под кулаками пьяного жестокого мужа И все-таки одна бедняжка из всех сил рвется, трудится, чтобы не заморить своих малых деток В то время как муж без просыпу пьянствует Жена управляет и домом, и хозяйством И за все ее труды, за все бесконечное терпение Новые побои, новые кулаки Кто же, как не отец духовный, должен прийти на помощь к несчастной? Кто постарается вразумить ее озверевшего мужа? Кто добрым словом утешения и участия спасет ее от отчаяния Отрет ее скорбные слезы? Детишки его, бедные детишки Кругом них голод, холод, нищета Вечно пьяный отец, постоянные побои От него сквернословие наполняет своим смрадом тесную избушку И своим ядом заражает их нежные души Кто же, как не отец духовный, придет на помощь к ним В то время, как отец родной совершенно забросил их? И кто, кроме священника, заступится за них Перед их же зверем-отцом? Кто другой решится прийти к человеку Которого вместо сердца образовался камень? Кто забыл и Бога, и стыд, и честь И помнит об одном, лишь как бы наполнить побольше Свою утробу вином? Кто? Ты вот готов прогнать от себя и того Кто получил от Бога власть учить, вразумить и обличить Ну-ка, приди к тебе с добрым советом Кто-либо не прошенный, не обличенный властью пастырской Как ты встретишь того? Никита молчал Ну вот ты молчишь Стало быть, в душе-то согласен со мной? Вот я и пришел к тебе, чтобы показать тебе пагубную пропасть, над которой ты висишь Чтобы тронуть твое очерствелое сердце Побойся, Никита Бога Вспомни про него Навести храм Господень Ты несколько лет не очищал свою загрязненную пороком душу Ты не видишь ее черноты, ее безобразия А что если бы увидал? Как бы встрепенулось тогда и твое окаменевшее сердце Проснулась бы и твоя крепко-накрепко уснувшая совесть Если бы кто несколько лет ни разу не умыл водой свое лицо То от нечистоты и от грязи оно было бы так страшно И до того, что утратил бы облик человеческий Не то же ли самое делается и с душой того Кто разучился омывать ее грехи и слезами чистосердечного покаяния Очищать ее нечистоту молитвенными вздохами Ты, Никита, опять пост провел нераскаянным грешникам Но осталась еще неделя, великая, страстная неделя Господь, распятый за нас, все ждет грешников со своим милосердием Вспомни же про него хоть в эту неделю Почти хоть страдания его Неужели же твоим сердцем уже не осталось и крошечки благодарности и капли любви к нему? Батюшка замолчал, оделся И на прощании стал молиться перед закоптелым образом Долго и усердно молился он в этой мрачной, убогой избушке С едва сдержанными рыданиями молилась и Мария, испуганно прижавшись в уголке Она боялась, как бы по уходе батюшки муж не стал на ней срывать свое зло Никита же по-прежнему стоял как вкопанный Ни одного движения, ни одного звука не издавал он Казалось, что и не было его в избе И что происходило в его душе, известно было одному Богу Ну, прощайте, помолившись, сказал батюшка обычным приветливым голосом Хозяйка опять попросила благословения Благослови батюшка и его, чуть слышно осмелилась сказать она Я его благословлю, но тогда, когда он посетит храм Божий Прощайте Но в дверях священник остановился и сказал Никита, видал ли ты, как собака ласково лижет своих щенят? Замечал ли, как кошка старательно носит добычу своим котятам? Они звери неразумные и то любят, ласкают, берегут своих детей Кому же уподобить можно того из людей, кто бьет, разоряет и забывает своих родных детей? Батюшка вышел в сене Хозяйка пошла проводить его на крыце Он еще раз остановился Достал что-то из кармана и сунул в руки Марье, говоря Это тебе к празднику годится с ребятишками Господь да сохранит вас, горемычных Женщина со словами благодарности бросилась было к ногам священника Но он уже исчез во мраке темной и свежей ночи Долго стояла около крыца Марье Она крестилась, вздыхала Крестила и то пространство, где скрылся добрый батюшка Слезы градом катились из глаз ее Но те были уже не горькие безутешные слезы Какие она нередко лила ночи напролет Избитая мужем или выгнанная им из дому Это были слезы облегчения, вызванные участием Слезы благодарности к доброму гостю Батюшка между тем опять шел по той же роще Еще тише стало в ней Ручейки и те притаились, сжались от ночного мороза Он был сильно взволнован В течение пятнадцатилетней службы он хорошо изучил народную жизнь И в его воображении мелькали десятки таких же Никит Столь же несчастных Марьев Десятки бедных малюток На которых в самой колыбели суровая действительность Безжалостно накладывала свою разрушающую руку Он достаточно нагляделся на скорби, слезы, обиды, бедствия, бедняков И в его чуткой душе вспыхивало пламя любви к ним Вспыхивало и просилось наружу, чтобы осветить и согреть горькую долю несчастных Но порой чудилось ему, что мало в нем этого чистого пламени Недостаточно для того, чтобы успешно бороться с мраком Так густо нависшим над этими давно-давно знакомыми ему деревеньками Кто же поможет нам, пастырям, в этой борьбе? Кто поддержит в нас этот пламень? Кто защитит его от вихря сомнений, готовых загасить его? Громко воскликнул священник и оглянулся кругом, точно ожидая Не ответит ли ему это синее небо или эта таинственная даль Эти уснувшие, погруженные в мрак окрестности Но нет, молчало беспредельное небо, безмолвствовало и черная даль Хранили свой покой дремлющие в тишине ночи деревья Равнодушно расстилался по окрестностям остаток зимнего покрывала Вдруг на востоке из-за облака вырвался клонящийся к ущербу полумесяц Пронизали его бледные лучи ночную мглу Красиво обрисовали среди сумрака белый высокий храм Заблестел над ним золоченый крест Взоры священника остановились на сияющем кресте И точно с него упал луч ободрения в его взволнованную душу Ты, Господи, наша прибежище, сила и помощь Восторжно возгласил он и преклонил колено пред своим родным, любимым храмом И долго тень молящегося человека колебалась на снежной поляне Молился добрый пастырь за тех, кто страдает, скорбит, обижен За тех, кто пал, кто заблудился в жизни сей Кончил свою молитву батюшка и направился к дому Из окна которого светился огонек Семья давно уже поджидала его к ужину Еще раз оглянул он милые ему окрестности Перекрестился на храм и вошел на крыльцо А на небе ласково мерцали звездочки Точно со своей безграничной выси слали привет доброму пастырю Прошло четыре дня, наступил пятый Гулка разносился в чистом утреннем воздухе сельский благовест Чуть забрежил восток Но от села и от деревень тянулись к храму кучки людей Это православные спешили на поклонение страстям спасителя Вдоль церковной ограды робко пробирался Никита С непривычки, пугливо озираясь, вошел он в храм И встал в самых задних рядах молящихся Да примет Господь его раскаяние и наставит на путь истины Тридцать четыре, четыреста пятьдесят два Чудный улей рассказ В одной из последних книжек исторического вестника Напечатан следующий трогательный рассказ Однажды один архиерей, добрый, хороший пастырь Христова стада Поехал на объезд по всей епархии Вот посетил он одно село, высокое Утром владыка по обычаю встал очень рано И пошел прогуляться в сад священника Затем отслужил обедню Сказал краткую речь прихожанам И довольный всем виденным Возначенным всем удостоил сельского батюшку Принять приглашение к его скромной трапезе За обедом владыка вспомнил об утренней прогулке И пожелал узнать, чья пасека примыкает к саду священника Чья это пасека около южной стороны твоего сада, отец Иван? Спросил он хозяина Здесь него старшины, владыка святые Вот и владелец на лицо указал батюшка на почтенного Осанистого человека, сидевшего тут же за трапезой Полезным и хорошим делом занимаешься Обратился к нему преосвященный Благослови владыка принять от нас метку Нынче сбор был такой, что давно не запомнить Спасибо тебе, не откажусь Нам, монахам, особенно прилично чай с метком пить Спасибо, повторил владыка Пришли А сколько у тебя ульев? Да к сотне не больше подберется Да вот тут случай вышел Так из одного улья нынче и не вынимал соты Что такое, расскажи, мы послушаем Да уж не знаю, как дерзнуть владыка Не прогневался бы ты Дело-то очень мудреное Мудреное или нет, про то будем говорить после Одно только помнить надо Мудрее божьего промысла быть не можем И я уверен, что если оно так мудрено, как ты думаешь То, наверное, увидим знамение мудрости божией Не бойся, рассказывай Вот что рассказал владыке в присутствии всех трапезовавших Почтенный сельский старшина Много лет уже семья наша занимается пчелами Еще покойный отец мой, тоже бывший в нашем селе старшиной Завел это дело не из какой-нибудь корысти, а для себя И доставал мед не для продажи, а в своей же семье и расходовал его А что было лишнего, то от трудов своих раздавал знакомым Сперва немного у нас было ульев Так, штук в пяток Потом стали пчелы роиться Потребовалось поставить им новые поставцы Вот и дошло число их, как теперь, изволите, владыка, видеть Слава богу, нынче меда много было Повынули соты из всех ульев Только лишь из одного не дерзнули, не знаем, что и будет Перед Славом Петровым днем, нынче летом, пришел ко мне на побывку племянник мой Брата моего покойного Павла сын, Николай Мои сыновья хорошо обошлись с ним В детстве были они промежду себя дружных Да потом, как пошел ему семнадцатый год Брата моего дела маленько позбились Он и отправил Николая в Москву в учение Как-то неудачно было это учение Ни у одного хозяина не уживался Николай То работа ему не по душе, то с хозяином не лады Бился, бился с ним брат А тут и сам по весне простудился Да в неделю богу душу и отдал Николай-то, как отец, помер Старшим в доме остался Недолго думал, бросил московское ремесло Да и пришел к нам Не признать нам было в нем прежнего красавца Парня, кровь с молоком, Николку Кормили его там плохо, что ли Или городская жизнь ему не по плечу Только стал он худой-прихудой Щеки ввалились, глаза какие-то невеселые, тусклые И разговор у него стал какой-то странный, непонятный Ведь что между людей толкался Да не впрок ему видно пошло все это От своих-то она поотстал Надо полагать, что и к столичным умникам не пристал Начал он моих смущать Все, где у них не так Церковь, мол, ходить не следует Потому если хочешь, дескать, помолиться Так где ни молись, моли, то все молитвой останется И коли она угодна, то угодно и в поле, и дома Святых икон тоже не почитал Сперва слушали его А потом, как увидали, что человек будто и свихнулся Пришли до мне и сказали Я с ним и так, и эдак Он все свое несет А тут подходит Петров день Он говорит, вот увидите, что я говеть буду Потому без этого жениться нельзя А причащаться? Не проглочу Вы посмотрите, что я с ним сделаю Что-то говорю, Николай, Бог с тобой Затеял Лыши, думать не моги никакого кощунства А то я все равно отцу Ивану скажу Он не допустит до причастия Тут он будто и испугался Стал клясться, божиться, что только это он так Похвастал Что все как по закону следует исполнить Ну, думаю, Бог с ним Может быть, парень и одумался Однако мои сыны все-таки невольно за ним следили Так что же, владыка святые, вы думаете В Петров день заранее обедней Как принял святых тайн Смотрим Не глотает А прямо из церкви вон Не испил теплоты Да в пасеку Да тут же Выплюнул их на траву Пошел себе домой Мой Павел, как увидал такое кощунство Обмер И бросился подбирать святые дары Тут же близко был улей Он дверки отворил Да на листики и положил их туда Не тронули его пчелы После того пошлили и сказали об этом отцу Ивану Что же ты, отец Иван, сделал? Как распорядился, перебил рассказчика владыка Приказал им всем молчать об этом Чтобы не поселять искушения при освящении владыка Отвечал отец Иван Правильно, хвалю за это, одобрил владыка Ну а того-то несчастного, заблудшего в ереси и грехе Пробовал ли ты увещевать и наставить? Я не успел повидать его, владыка Потому что он вскоре умер Что же, он захворал или как это случилось? Обратился при освященной к старшине Нет, владыка Тут через несколько дней случилась сильная гроза От молнии загорелась Рига Он пошел тушить огонь Вошел в Ригу Только его и видели Уж из нее он не вышел Его задавило обвалившейся крышей Наутро нашли его тело с пробитой головой Сильно обуглившейся Вот уж подлинно покарал его Господь Заметил архиерея И после некоторого размышления прибавил Что же ты, старшина, говорил, что из этого улья меду не брали? Стало быть, святые дары Господни по сейчас там? Надо полагать, что так, владыка Так вот, что отец Иван сказал преосвященный Слушай же приказ мой Завтра утром передать ездам моим Точишь же после молебна собери крестный ход Пойдем мы все с сяшей вынем из улья святые дары И возвратим их в приличествующее им место А теперь окончим трапезу Возблагодарим творца милосердного И нашего гостеприимного хозяина Обратился владыка к прочим сотрапезовавшим И встал из-за стола Прошу вас всех, продолжал он Не разглашать от предстоящем крестном ходе Дабы не подстрекнуть Чьего-либо праздного любопытства До свидания Господь да благословит вас С этими словами владыка удалился в другие покои А гости мало-помалу разошлись Водворилась в доме тишина И было сделано распоряжение Никому не ходить в сад Чтобы оставить возможность владыке По окончании занятий Прогуляться в саду, если это будет угодно ему Почти всю ночь молился Преосвященный у себя в комнате Начавший пробиваться розовый рассвет Застал его еще колено преклоненным Перед иконой Бога Матери Ненадолгое время прилег он Расправить свои члены И замкнул усталые очи Словом сказать Вряд ли подремал он более часу Вошедший в исходе шестого часа утра Келейный Уже застал его снова на молитве Семь часов с немногим Кончился молебен И крестный ход тронулся из церкви Мимо сада священника К ульям старшины Утреннее солнышко обливало Ярким светом все шествие Ярким сиянием отражались лучи На крестах Хоругвей И на драгоценных камнях Архиерейской Митры Еще не успевшая освободиться От ночной росы Зеленая мурава оказалась усеянной Бесчистым количеством лучезарных алмазов Далеко-далеко разносилось в поле Стройное пение певчих И как бы замирало там Куда мог достать глаз человеческий Спокойно Не торопясь В торжественном величии Подвигался предшествующим Моевладыкою Святой чашей в руках крестный ход Вот он подходит к ограде Сада старшины Вот идет с фруктовыми аллеями Красивой лентой вьется по дорожкам Народ, несущий хоругви, святые иконы И церковные принадлежности Вот приблизился владыка кулью В котором должны быть святые дары Протодьякон седой Почтенный старик Трижды преклонил колено И осенив себя крестным знамением Отворил дверцы колодки Преосвященные А за ним и все шествие Преклонили колено И затворенной двери Как бы повинуясь Чьей-то непреклонной воле Вылетели пчелы И глазам всех присутствовавших Представилась следующая картина Вылетевшие из улья пчелы Поднялись над ним На высоту приблизительно двух оршин И образовали из себя крест С всевидящим оком Но вот отец Протодьякон Вынимает из улья Нечто большее Чем частицы святых даров Ему нет надобности Прибегать к помощи лжицы Нет Он вынимает давно Сточенный Из чистого белого воску В виде часовни Ковчег С оставшимися Вполне неизменившимися Нетленными святыми дарами Умиленный И восхищенный Владыка осеняет себя Крестным знаменем И лобызает ковчег этот А после него И остальные участники шествия После этого крестный ход Тем же путем Достигает церкви И только при самом входе В нее Разлетаются пчелы Все время Сопровождавшие святыни И сохранившие В полете В своем Вид креста Должно ли сказать Что и до настоящего времени В алтаре церкви Села Высокого Восковой ковчег Тщательно покрытый Стеклянным колпаком Служит доказательством Мудрости проведения Избравшего орудием Прославления Бога Столь обыкновенное Всем от мала до велика Известное насекомое Пчелу Трогательный рассказ Этот показывает Как много чудесного Бывает в природе И в наше время Только надо уметь Эти чудеса видеть И понимать их А для этого Надо обладать Чистым сердцем И верующей душою К сказанным Не лишний прибавить Что при освящении Владыка Которому Бог судил Быть свидетелем Описанного чуда Здравствуйте доселе В той же епархии Тридцать пять Четыреста шестьдесят пять Несмь якожа прочие Человецы Рассказ Власов Антип Так мужичонка был Зряшный Антипка на деревне Вошел в пословицу Живет, говорили, как Антипка Напился, как Антипка Хозяйство Антипкина И тому подобное Но теперь На дереве Антипки нет А есть уже Антип Петрович И стал Антипка Антипом Петрович С тех пор Как сделался Сектантом Баптистом А уж известно Сектант не позволит Назвать себя Антипкой Или Васькой А непременно Величая его По отечеству А не то Он и в суд Подаст за оскорбление Словом Но как же Антипка Сделался сектантом Очень просто Антипка И православным То почти не был Из кабака Антипка не выходил В храм Божий Не заглядывал А если когда и бывал То всегда сам удивлялся Почему это Как не придет Он в храм Все Христос Воскресе поют Священник Антипка Никогда не видал Потому что В храме Как сказано Не бывал А праздниками Когда батюшка С молебнами ходит В праздники Антипка Всегда был пьян Раз Впрочем Пришлось Таки Антипке Попасться На глаза батюшки Умирала жена Пришлось За батюшкой ехать Напустал Батюшка больную Антипка Повез его На своей Клеченке Антип Говорит Батюшка Что ж Тебе не жаль Твою жену И детишек Гибнет 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 В пьянстве Да пожалей Деток Невинных Жену Пожалей Ну вот и Дотащились Плоха Клеченка Это у тебя Батюшкинки Повел Вот ведь Кромеш Не угодишь Ну Удивил Антип А я И не думал У вас Мало О том Думают Но это Я то Не думаю Другие То Думают А я Я Спился И в церкви Не помню Когда был Да и молиться То По чести Разучился А я Тебя Научу Ты Слышь Того Кондратич Погоди Учить Та дай Похмелиться Да потому Трещит Голова Перевертин Принес Стакан Водки Антип Так и Затрясся Видишь Руки Та трясутся Это уж Лукавый Тебе Пляшет Антип Не возражал Он Выпил Крякнул От удовольствия И проговорил Ну Топеря Учи Перевертин Научил Антипа Он С недели Его выдерживал В водочке А в промежутках Наставлял Его В вере Антип Ужилось И Перевертина Хорошо Собственно До Веры Перевертина Антипу Не было Дела Ему все Равно Было Потому Он О Вере Давно Не думал А вот Житье У Перевертина Ему Понравилось Так Понравилось Что Я о семье Он Забыл Вспомнил Лишь Тогда Когда Дурь Вся Вышла Из головы Домой Бу Надо Кондратич Сказал Антип А то Небось Дома Все У тебя Теперь Хорошо Все Устроил Отец Благодетель Повалился Антип В ноги Перевертину Так Вот Как Антип Сделался Сектантом Теперь Он водки Не пьет То есть Не то Чтоб Совсем Не пьет Ну а Все же Пьяным Его Не увидишь Дошло И до Батюшки Что Антип Ушел В Баптисты Но Увы Батюшка Не мог Воротить Заблудшую Овцу По той Простой Причине Что Батюшка Никак Не мог Увидать Антипа Которому Строго Была Наказана Всей Общиной Баптистов Смотри Антип С Попом Ни С Ни Слова Чтобы Не видал Тебя Мы Тебя На ноги Поставили Все У тебя Теперь Есть Хозяин Ты Настоящий Но Помни Все Это Наше Чуть Что Вздумаешь Против Нас Все Возьмем Потому Расписки У нас Значит Ты Наш Должник И Все Твоё Наше И Действительно Антипу Некуда Было Податься Потому Ему Уж Не Хотелось Быть Прежним Галяком Батюшка Попробовал Удержать Жену Но Та На все Увещания Батюшке Только И могла Сказать Да Я То Что Ж Родной Разве Я Рада Дело Мое Бабе Куда Иголка Туда И Нитка Я И То Родной Таскую Да Что Был Один Из Праздников Когда Православное Духовенство Ходит По Приходу С Молебнами Входит Притч В дом Где Помещается Так Называемая Моленная Сектантов В этом Доме Осталась Православная Старушка Мать Которая Несмотря Ни На Какие Стеснения От Своих Ж Детей Не Захотела Переменить Православную Веру На Выдуманную Новую Как Сама Она Говорила Отслужив Молебен Священник Увидел Столпившихся В углу Заправил Баптистов Священник По опыту Узнал Что Эти Заправилы Нарочно Собрались Побеседовать С ним О вере Хотя По правде Сказать Спокойно Беседовать Сектанты Не могут А больше Спорят Поздравил Священник С праздником И Сектантов Заговорили Сначала О празднике А там Перешли На разные Разногласия В вере О многом Говорили Потому что Сектанты В беседах Всегда Перескакивают С одного Предмета На другой И Сопеседнику Их По неволе Приходится Говорить О многом Так Было И тут Когда Уж о многом Переговорили Сектанты Уж Разгорячились Вдруг Выдвигается Вперед Знакомый Нам Антип Что Тут Толковать То Заговорил Он Обращаясь К священнику По делам Вашим Видим Какова Вера Ваша А что Вот Теперь И сосед Мой Тимоха Тоже По твоему Православный Православный Хорош Нечего Сказать Что Не День То Пьян Нехорошо Делает Тимофей Что Много Пьет Но За Это Его Нельзя Назвать Неправославным В Храм Божий Он Часто Ходит Ежегодно Исповедуется И Пресещается Святых Христовых Тайн Да И Неправду Ты Говоришь Анти Будто Тимофей Что Ни День То Пьян Правда Слаб Он На Водку Но Хозяин Он Хороший Работящий И Нескверно Слов Ни Вор И Вот За Одну Только Слабость За Один Грех Ты Уж Так Анти Строго Судишь Своего Близнего Но Ведь Судить Его Ты Не Имеешь Права Един Законодатель И Судья Могущий Спасти И Погубить А Ты Кто Который Судишь Другого Якова 4.12 Твое Дело Не Осуждать А Молиться За Согрешившего Стараться Отвратить Его От Греха Яков 5.19 Да И Зачем Антип По Одному Судить О Всех Уже Ли Все Православные Таковы Да И Виновна Ли Вера Если Один Или Другой Верующий Грешат Разве Кто Либо Из Вас Может Сказать Что Православная Вера Учит Грешить Что Вы Братцы Не Евангелие Ли Христово Проповедуется В Церкви Православной Не Писания Ли Апостольские Не Пророческие Ли Книги Не Все Ли Святое Писание Святая Библия Так То Оно Так Заговорил Один Из Заправил А Все Ж Вот Не Совладает Ваша Вера Со Всеми Все Грешат Как Это Вера Не Собладает И Какая Это У Наша Вера У Нас Вера Христова Апостольская Но Знаете Друзья Что Ведь И Христа Господа Послушали Очень И Очень Немногие И Во Времена Апостолов Были Грешники Которые Не Только Не Слушали Апостолов Но Даже Превращали Самое Благовествование Христово Что Ж Если Многие Не Слушали Учения Христова Разве Учение Само Было Нехорошо Если При Апостолах В Церкви Христовой Были Грешники Разве Церковь Была Виновата Если И Теперь Все В той же Церкви Христовой Православной Есть Грешники Все же То Разве Церковь Виновата И Что Значит Эти Ваши Слова Не Совладает Вера Не Вера Не Совладает А Человек Свободен Выбирать Хорошее Или Плохое Ведь Мог же Господь Христос Заставить Всех Уверовать В Него Однако Не Заставлял А Говорил Только Грядущего Ко Мне Не Изгоню Вон То Издавал Человеку Свободу Веровать Или Не Веровать Да И Какая Заслуга Бои В том Если Ты Будешь Веровать Невольно А Не По Своей Свободе За Что Тебе Тогда И Награждать Вот Что Говорит Слово Божие Господь Есть Дух А Где Дух Господень Там Свобода Закон Господень Данный Нам Евангелие Не Принуждает Нас Следовать Ему А Оставляет Нам Свободу Если Хочешь Войти В Жизнь Соблюди Заповеди Если Хочешь А Можешь Ты Не Захотеть Вот Почему У Человека Всегда Происходит Борьба Между Душой И Телом По Внутреннему Человеку Нахожу Удовольствие В Законе Божьем Но В Членах Моих Вижу Иной Закон Противоборствующий Закон Ума Моего И Делающий Меня Пленником Закона Греховного Находящегося В Членах Моих Говорит Святой Апостол Павел Римлянам 7.22 Видишь Не Всегда Душа Берет Вверх Над Телом Можешь Спустить Всей Наоборот Можешь Согрешить Но Согрешившим Можно Восстать От Падения Искренно Раскаившись Во грехе В таинстве Покаяния Припомните Слова Господа У Одного Человека Было Два Сына И Он Подошел К Первому Сказал Сын Мой Пойди Сегодня Работай В винограднике Моем Но Он Сказал Не Хочу А После Раскаившись Пошел И Подошед К другому Он Сказал Тоже Этот Сказал В ответ Иду Государь И Не Пошел Который Двух Исполнил Волю Отца Говорят Ему Первый Иисус Говорит Им Истинно Говорю Вам Что Мы Тари Блудницы Вперед Вас Идут Царствие Божие Это Сказал Господь Первосвященникам И Старейшим Но Это Может Относиться И К Нам Нередко И Хороший Христианин Задумав Сделать Добро Почему Либо Не Сделал Его А Другой Не Сделав Добра Потом Раскаялся В Этом И Стал Творить Добро Это Ты Все Туды Да Не Туды Заявил Антип Как же Это А Так Всегда Надо Делать Доброе А Греха Не Надо Я Тебе И Не Сказал Что Надо Грешить А Только Показал Что Человек Может Согрешить Но Может И И И Справиться Это Может У Вас Так Опять У Нас Я И Слово Божие Тебе Показал Ну Ну По По Нашему Коли Я Христианин Так Не Должен Грешить Правда Не Должен Грешить Но Можешь Согрешить Нет Мы Не Грешим Кто Не Грешит Тот Свят Стало Быть Ты Свят Я Свят Нельзя Антип Человеку Судить О себе Самом О своей Добродетели Не То Можно Впасть И В Гордость А Гордость Начала Греха Смотри Что Апостол Говорит Все Мы Много Согрешаем Я Апостол Говорит Мы Значит По своему Святому Смирению Апостол Не И Смиряет И Смиряет А Ты Открыто Перед Всем И Заявляешь Что Ты Свят Да Свят Ни Единого Греха Тебе Нет Да Но Ведь Безгрешен Один Бог Да Так Как Ж Это А Так Не Грешу Да И Все Тут Но Как Апостол Говорят Что Люди Могут Согрешать Говорят Да Говорят Вот Антип Ты Спутался Нет Друг Совершенно Святым Мы Быть Не Можем Не Можем Мы Быть Подобными Богу Здесь На земле Это Будет Возможно Для Нас Только На Небе Возлюбленные Говорит Иоанн Богослов Мы Теперь Дети Божьи Но Еще Не Открылось Что Будем Знаем Только Что Когда Откроется Будем Подобны Ему Потому Что Увидим Его Как Он И Есть 1 Иоанна 3 2 Будем Только Подобны Там На Небе Когда Сподобимся Узреть Бога Лицом К А на земле Мы Только Можем Достигать Святости Стремиться К ней И то Не Одними Своими Силами И Он Господь Поставил Одних Апостолами Других Пророками Иных Евангелистами Иных Пастырями И учителями К Совершению Святых На Дело Служения Для Созидания Тела Христова Доколи Все Придем В единство Веры И познания Сына Божия В мужа Совершенного В меру Полного Возраста Христова И Фесянам 4.11 И так Достигать Святости Можно Только При руководстве Апостолов Пророков Евангелистов Пастырей И Учителей Которые В таинствах Преподают Верующим Освящающие Благодать Божию Пришел Антип Домой Ну Баба Говорит Он Жене Своей Отделали Мы Твоего Попа А Ты Все Ученый Он Да Ученый Да Еще И Настоящий Из-за Празки Перебила Жена Что То Мы Настоящего То И Отделали Вот Что Значит Вера Настоящая В ней Все Ученые Все Могут Толковать Примерно О Важных Документах Вот Антип Твой Не То Что Другие Тоже Могим А Всякой Вещи Рассмотреть Болтать Так Зря Умеете Заключила Жена И Живет Антипсектантом И Не Ломает Он Головушки О том Спасется Он Или Нет Верным Ли Путем Он Идет Он Знает Только Что Он Свят Как Свят И Все Его Собратья Святые Говарила Нередко Ему Жена Оставшейся Привержен Православию Церкви Святые Далеко Вам До Них Святые А Все Одну Копнул Старновки За две На базаре Продаете Знаем Мы Вас Святых Грешки Ваши Все Видим Ну Ведь Не без Слабости И Немощи То То Их Прям Немощные Не то Ни все Ни христиане Ни басурмане Так Какие Это Уроды Ну Ты Баба Уж Слишком Все Мы Получше Видим Православных Не такие Как Прочие Человеки И Дожил Антип До Старости Умер И Был Похоронен По-сектански Перед смертью Сказал Он Жене Эх Баба Нагрешил Я С этими Братьями Хоть Б Папа Теперь Да Ведь Разорят Они Тебя Расписки У них Теперь Вижу Что Нагрешил Я Как тот Грешный Фарисей Что Говорил О себе Сам Несем Как Прочие Человеки Не Такой Робята Теперь Повыросли Хозяйство У тебя Слава Богу Уплати Им По Распискам Продай Там Что Знаешь Лучше Победнее Будешь Жить Достанься В Православии Молись За Меня Да Ведь Продать И Теперь Можно Сказала Радостная Жена Заплатим Долги Тогда И Ты Будешь Православным Нет Уж Видно Бог Не Допустит Меня До Этого Над Верой Не Смеются А Я Смеялся Чую Смерть Не Успеешь Прощай Молись Слабо Докончил Он И Умер Таких Историй Вроде Рассказанной У нас Случается Немало Заберут Сектанты В руки Человека И Крепко Крепко Его Держат А Человеку Этому Уж Некуда Податься А Тут Еще Святость Ему Натолкует Оно И Лесно И В Доставке Живет И Святую Жизнь Ведет И И Под Конец Совсем Таки Убедиться В 37 492 Душу Свою Положил Рассказ Старого Лакея Поверьте Сударь Старику Мне 80 Лет Плохие Нынче Времена Плохие Хуже Нет Народ Примерно Оплошал И Групп И Вороват Не То Что В прежние Года Лет Пятьдесят Назад Не То Совсем Перевелся Слуг Честных Древний Род Свобода Что Лишь Не Пойму Испортила Народ И Но Это Барин В те Поры Куда Крутенек Был Зато И Ласку Раб Слуга Господскую Ценил К примеру Вот Помещик Наш Крестьян Не Обижал Так За него Лакей Стефан Ведь Жизнь Свою Отдал Ей Ей Не Лгус И Если Вам Угодно Приказать Про Этот Случай Я Сейчас Осмелюсь Рассказать Еще У Дедушки Господ Степан Дворецким Был И Коммергирин Потом При Барине Служил Любил Наш Барин Старика Любил И Уважал И Завсегда Его С собой Куда Б Не Ехал Брал Однажды Барин Бегать Не Лучше Сударь Нам Уж Здесь До Света Обождать Метель Поднялась И Темно А Пусть И Говорят Везде Тут Волки По Пути Проклятые Шалят Вот Здор Какой Луна Зайдет А Волки Да У Нас Для Них Ружье Ступай Ступай И Запрели Сейчас Ушел Смеются Господа Степан Труслив Мол Стал И Старика Опять Зовут Чтоб Вещи Он Собрал Ей Богу Сударь Лучше Б Здесь Погоду Переждать Тут Барин Вспыхнул Вон Болван Как Смеешь Рассуждать Разумья Барыни Взяло Мой Друг А Если Впрям Волков Тут Много Ночевать Пожалуй Лучше Нам Не Слушай Старого Хрыча Чего Нам Здесь Сидеть За Нашей Тройкою Поверь Волкам И Не Поспеть Смотри Выходит Аж Луна Стихает И Буран Досадно Право Что Тебя Так Напугал Степан Вот Вышли На Кровесо Старик Наш Подсадил Господ Уселся И Все И Тройка Скач Помчался Вперед Стих Ветер Звездочки Горят Мороз Так И Пересчит Степан Как будто Задремал Но Слышит Все Не Спит Не Спит И Барышня В воске О Волках Разговор Не Идет У Ней Из Головы Ей Страшен Темный Бор Ах Папа Слушай Это Что Волков Как Будто Вой Все Тихо Говорит Отец Не Бойся Бог С Тобой А Мать хватается За грудь Заныло Сердце В ней Молчит Она Хоть Слышит Вой Голодных Вой Зверей Нет Папа Воют Страшно Мне Не Плачь Дитя Мое Вдруг Скользил Закричал Степан Пожалуйте Ружье Волков Тьма Тьмущая Сейчас Маленько Их Пугнем Не Трать Зарядов Два Всего Ну Что Ж Да Мы Уйдем А Волки Тут Как Тут Кругом Все Воют Да Бегут И Видит Барыня В окно За Хвост Коней Берут Хлоп Выстрел Волк Один Упал А Коней Как Рванут Отстали Волки И гурь Бой Подстреленного Жрут От Сердца Отлегло У Всех Все Молятся Тепло Вдруг Слышен Снова Волчевой Опять Их Принесло Отведав Крови Стали Злей Глаза Огнем Горят За Хвост За Ноги Престижных Схватить Все Норовят Хлоп Выстрел Падает Второй Берутся Жрут Опять Несутся Лошади Стрелой Не Надо Погонять Наш Барень Все Кричит Пошел Дитя Как Лис Дрожит А Барыня Обнявши Дочь И снова Волки У воска Все Злее Их Страшный Вой На Лошадей На Экипаж Все Прут Они Толпой Смекает Кучер Дело Дрянь Всех Разорвут Схватил Топор И Вмиг Один По Стромке Обрубил Вожон Бросил Престижной Так И Взвелся Как Бес Заржал Протяжно Поскакал И Скрылся В Темный Лес И Волки Бешено Лежа За ним Во след Бегут Догнали Стая Кружив Стучат Зубами Рвут Возок Несется Вовезду До станции Верс Пять Но Нет Спасения От Волков Вот Вот Они Опять Другую Лошадь Отдают Сожрали Ее Храпя Несется Кореник А Волки Все Свое Того Гляди Сдохнет Конь Сперва Его Сожрут А там Степана Имщика Карету Прогрызут Ломает Руки Барин Наш Застыла В нем Вся Кровь Зачем Зачем Не Слушал Я Степана Добрых Слов Спился Глазами Вдаль Степан Блеснул Там Огонек Едва Уж Дышит Коренной Искусом Сбил Соснок И Кучер Выбился Из сил Что Мочи Он Хлистал Пока Несчастного Коня Да И Хлистать Устал Нагнувшись Скозел Поглядел Степан Возок С тоской И Жалость Сердца Он Решил Пожертвовать Собой Знать Сам Господь Так Повелел Крестясь Сказал Он Слух Снял Шапку На Небо Взглянул Да Прямо Скользил Бух Насели Волки На него В воске Поднялся Плач Емщик Весь Обмер Коренной Храпит Несется Вскач В крови Он В пене Чуть Дыша Все силы Напрягал Вот И Деревня Бедный Коню Первой Хаты Пал Крестьяне Барыню С дитей На станцию Внесли И Только Через Часть Едва Их Чувства Привели А Барин Бедный До зари Томился До стонал И Чуть На Небе Рассвело Он К лесу Поскакал Нашел Останки Старика Клочки Одежды Кровь И Как Подкошенный На Снег Рыдая Пал Без слов Потом Припав К костям Твердил Степан Родной Мой Друг Прости Я Погубил Тебя Таких Нет Больше Слуг Поднявшись Падал Вновь В слезах И Все Себя Винил С Любовью Косточки Собрал И Тут же Схоронил Могилку Свежую Весной Все Обложил Дерном И Надпись Этак Учинил Он На Кресте Святом Здесь Погребен Степан Петров Он Другом Верный Был И Душу За Своих Господ Бесстрашно Положил Осмелюсь Сударь Доложить Ведь Вот Он Раб Лакей А Смерть Бесстрашно Он Принял От Лютых От Зверей Не Не Устрашился Мук Соблю Христа Закон Святой Дай Господи Его Душе Блаженство И Покой 40 534 1896 Год Журнал Кормчий По Молитве Матери Быль Много Много Есть Необъяснимого На Свете Бывают Чудеса И В Наш Неверующий Век Произнес Наш Хозяин Отставной Моряк Прохажив Зад И Вперед По Столовой Он Любезно Пригласил Нас Провести У него Ненастный Осенний Вечер За Стаканом Чая И Мы Сплотились Тесным Кружком В Ярко Освещенной Уютной Комнате Вокруг Самовара Хозяин Наш Мастерски Рассказывает И Мы Ожидали От него Интересного Рассказа Из Его Бесчисленных Морских Плаваний Да Мне Хорошо Помнится Этот Случай Продолжал Он Теребя Свои Седые Усы Поразительный Случай Я Был Еще Мичманом Молодым Веселым Юношей Полным Розовых Надежд И Упований Плавание Наше В тот Раз Было Очень Трудное И Опасное Наступили Осенние Дни Небо Висело Свинцовой Шапкой Дул Холодный Ветер Мы Шли Тихо По Курсу Океан Угрюмо Шумел Я Отлично Помню Тот Вечер Мы Молодежь Исполнив Свои Дневные Обязанности Забрались В каюту И Вели Беседу Полные Воспоминания О Родных И Знакомых Не Весело Было На Душе Угрюмые Волны Хмурое Небо Все Близкое Родное Далеко Позади Наш Командир Был Очень Добрый Человек Но Суровый На Деле И 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 Мы Страшно Боялись Его Все Кругом Было Спокойно Матрос Зажег Нам Лампу Мы Продолжали Разговаривать В окна Каюты Долетали Сердитые Брызги Океана Вдруг Мы Слышим Поспешные Твердые Шаги Капитана И Заключаем По его Походке Что Он Раздражен Чем-то Господа Сказал Он Остановившись В дверях Каюты Кто Позволил Себе Сейчас Пробраться В мою Каюту Отвечайте Мы Молчали Изумленные Недоуменно Переглядываясь Кто Ж Кто Был Там Сейчас Грозно Повторял Он И Вероятно Прочтя Полное Недоумение На наших Лицах Быстро Повернулся И ушел Наверх Там Грозно Зазвучал Его Голос Не Успели Мы Опомниться Как Нам Приказано Явиться Наверх Наверху Выстроилась Вся Команда Все Наши Люди Оба Боцмана Были Тут же Расстроенные Встревоженные Кто Был У меня В каюте Кто Позволил Себе Эту Дерзкую Штуку Кто Грозно Вопил Капитан Общее Молчание И изумление Было Ему Ответом Тогда Капитан Нам Рассказал Что Сейчас Он Лишь Только Прилег В своей Каюте Как Слышит В полузабыти И чьи-то слова Держите Юго-Западнее Ради Спасения Человеческой Жизни Скорость Хода Должна Быть Не менее Трех Тысяч Метров Секунду Торопись Пока Не поздно Мы Слушали Рассказ Капитана И удивлялись Мрачнее Тучи Сделался Капитан Нас Распустили Все мы Были Встревожены И озадачены Что Сделает Капитан Идти На юго-запад Значило Бросить Курс И идти В другую Сторону До поздней Ночи Никто Не спал Скоро Мы поняли Что После долгого Совещания Старшим Боцманом Очень опытным Испытанным Моряком Капитан Решил Последовать Таинственному Совету Правда Отклонение Было Не так Значительно И Времени Потеряно Будет Немного Держите Юго-западнее Одна Четверть Запада И Поставьте Хорошего Часового На мачту Слышали Мы Приказание Капитана Боцману Сердца Наши Бились Тревожно Что То Будет Неужели Это Шутка Насмешка Но Кто Мог Подшутить Так Рано Утром Мы Все По Обыкновению Были На Ногах И Толпились На Палубе Рулевой Молча Указал Капитану На Видневшийся Вдали Черный Предмет Мы Шли Всю Ночь Утро Было Серенькое Дождливое За Туманом Даль Была Не Видна Капитан Долго Смотрел В Подзорную Трубу Подозвал Боцмана И Что Кто-то Тихо Сказал Ему Когда Капитан Повернулся К нам Лицо Его Было Бледнее Обыкновенного Через Полтора Часа Мы Увидели Невооруженным Глазом Что Черный Предмет Был Чем-то Вроде Плота И На Нем Две Лежащие Человеческие Фигуры Спустили Лодку Боцман Поехал Сам За Несчастными Волны Заливали Плот Еще Немного И Было Бы Поздно Живы Ли Были Люди На Плоту После Получасовой Борьбы С ветром И Волнами Боцман Привез Несчастных То Были Молодой Матрос И Ребенок Оба Бесчувств С Искривленными Судорогой Лицами Окоченевшие Почти Мертвые Боже Мой Какая Суматоха Поднялась У нас Все Мы Начиная С Капитана И Кончая Последним Матросом Старались Что-нибудь Сделать Для Несчастных Их Таинственное Спасение Поразило Нас Всех Они Казались Нам Посланниками Провидения Капитан Как Самая Нежная Мать Лопотал Около Ребенка Только Через Два Часа Матрос Пришел В себя И Заплакал От Радости Ребенок Крепко Спал Упутанный И Согретый Господи Благодарю Тебя Обосликнул Матрос Простой Симпатичный Парень Видно Матушкина Молитва До Бога Дошла Мы все Обступили Его И он Рассказал Нам Печальную Повесть Корабля Разбившегося Подводные Камни И затонувшего Народа Было Немного Но Иные Устыли Спастись В лодке Остальные Утонули Он Уцелел Каким-то Чудом На Оставшейся Части Корабля Ребенок Был чужой Но дитя Ухватило Из-за него В минуту Опасности И спаслось Вместе С ним Матушка Видно Молится За меня Говорил Матрос Благоговейно Крестясь И глядя На небо Ее Молитва Спасла Меня Испугался Я Очень Как еще В памяти Это был Да еще Ребенок То Ухватился За меня Не Броси Жи Его Окоченел Изя Поводой Заливает Дитя Плачет И Начал Я Молиться А потом Последнее Что помню Трудно Стало Думал Смерть Пришла И закричал Матушка Родимая Помолись За меня Помолись Господу Видно Горячо Молилась Она За меня Вот В кармане Письмо Ее Ношу При себе Спасибо Родимой Моей И он Вел Письмо Написанное Малограмотной Слабой Рукой Простой Женщины Мы Перечитали Его Все И оно Произвело На нас Сильнейшее Впечатление Последние Строки Его Помню Как Сейчас Спасибо Сынок За твою Память Да Ласку Что Не забываешь Старуху Мать Бог Не Оставит Тебя Я День и Ночь Молюсь За тебя Сынок А Материнская Молитва Доходна К Богу Молись И ты Сынок И будь Здоров И не Забывай Твою Старую Мать Которая Молится За тебя Сердце Мое Всегда С тобою Чую Им Все Твои Горести И Беды И Молюсь За тебя Да Благословит Тебя Господь И да Спасет И Сохранит Тебя Мне Матрос Видимо Глубоко Любил Свою Мать И Постоянно Вспоминал О ней Спасенный Ребенок Семилетний Мальчик Полюбился Капитану Человеку Бездетному Он Решился Оставить Его У себя Вот И вся История Господа Я Рассказал Вам Сущую Правду Все Мои Товарищи Матросы Были Свидетелями Этого Происшествия Дивны Пути Проведения Велика Сила Материнской Молитвы Много Есть На Свете Таинственного Необъяснимого Непонятного Слабому Человеческому Уму Отец Арсений Часть Первая Лагерь 1966 1974 Друг друга Тяготы Носите Итак Исполните Закон Христов Послание Галатам 6.2 Можно Умереть И Остаться Жить Для Людей И Можно Остаться Жить Но Быть Погибшим Предисловие С Последние Годы Появилось Много Воспоминаний О жизни Политических Заключенных Во времена Культа Личности Пишут Ученые Военные Писатели Старые Большевики Интеллигенты Люди Самых Разных Профессий Рабочие Колхозники Пишут О своей Жизни В лагерях О тюрьмах И допросах Но Никто Еще Не Рассказал Нам О миллионах Верующих Погибших В этих Лагерях Тюрьмах Или Переживших Небывалые Страдания На допросах Страдали И Умирали Они За веру Свою Не Отреклись От Бога И Умирая Славили Его И Он Бог Не Оставлял Их Положить Печать На Уста Свои Это Значит Предать Забвению Страдания Муки Подвижнический Труд И Смерть Многих Миллионов Мучеников Пострадавших Бога Ради И нас Живущих На земле Не Забыть А Рассказать Должны Мы Об этих Страдальцах Это Наш Долг Перед Богом И Людьми Лучшие Люди Русской Православной Церкви Погибли В это Трудное Время Иереи Епископы Старцы Монахи И Просто Глубоко Верующие Люди В которых Горел Неугасимый Огонь Веры По силе Своей Равные А Иногда И Превосходящий Силу Веру Древних Христиан Мучеников В этих Воспоминаниях Предстает Перед нами Один Только Один Из Многочисленных Подвижников Веры Половины 60-х Годов 20-го Века А сколько Было Их Погибших За Нас 20-ть Веков Копило Человечество Многочисленные Знания Христианство Принесло Свет И Жизнь Людям Но В 20-м Веке Эти Люди Отобрали Из Многочисленного Арсенала Знаний Только Зло И Помножив На достижения Науки Доставили Миллионам Людей Величайшие И Длительнейшие Страдания И Мучительную Смерть Господь Привел Меня Пройти Малую Часть Лагерного Пути С Отцом Арсением Но И Этого Достаточно Чтобы Обрести Веру Стать Его Духовным Сыном Пойти Путем Его Понять И Увидеть Его Глубочайшую Любовь К Людям И К Богу И Познать Что Такое Настоящий Христианин Прошло Не Должно Быть Утеряно На Прошлом Как на Фундаменте Утверждается Новое Поэтому Собрать Воедино Часть Жизненного Пути Отца Арсения Я Посчитал Своим Долгом Для того Чтобы Собрать Драгоценные Сведения Об Отце Арсении Мне Пришлось Обратиться К памяти Его Духовных Детей Письмам Когда-то Написанным Им Друзьям Духовным Детям К Воспоминаниям Написанным Людьми Знавшими Его Духовные Дети Отца Арсения Были Многочисленны И там Где Поселял Его Господь Появлялись Они Вокруг Него Был ли Это Город Где Он Ученый Искусствовед Принял Иерейство И организовал В полузабытом Приходе Общину Деревне Куда Его Забросила Ссылка Или Затерянный В бескрайних Лесах Севера Маленький Городок Или Страшный Лагерь Особого Режима Интеллигенция Рабочие Крестьяне Уголовники Политические Заключенные Старые Большевики Работники Органов Соприкасаясь С ним Становились Его Духовными Детьми Друзьями Верующими И Сли За Ним Да Многие Узнав Его Шли За Ним Каждый Знавший Отца Арсения Рассказывал Мне Что Он Видел И Знал О Нем Встречаясь С Отцом Арсением Я Старался Узнать О Его Жизни Но Хотя Он Вел Со Много Бесед О Себе Рассказывал Мало Кое Что Мне Удалось Записать Еще При Его Жизни И И Он Всегда Говорил Мне Да Было Но Обязательно Добавлял Господь Всех Водил Нас По Многим Дорогам И У Каждого Человека Если Внимательно Присмотреться К Его Жизни Есть Много Достойного Внимания И Описания Моя Жизнь Как И Каждого Живущего Всегда Переплеталась И Лишла Рядом С Жизнью Других Людей Много Было Всего Но Все И Всегда Было От Господа Было Бы Самонадеянным Говорить Я Написал Я Собрал Писали И Собирали Посылали Мне Свои Записки Многие Многие Десятки Человек Знающих И Любящих Отца Арсения И Это Им Принадлежит Написанное Я Лишь Пытался Как И Все Кого Возрастил И Поставил На Путь Вера Отец Арсений Трудом Своим Отдать Малую Часть Неоплатного Долга Человеку Спавшему Меня И Давшему Мне Новую Жизнь Прочитав Записки Помяните Раба Александра И Это Будет Мне Великой Наградой Лагерь Темнота Ночи И Жестокий Мороз Колывали Все Кроме Ветра Ветер Нес Снежные Заряды Которые Крутясь Разрывались В воздухе И Превращались В облака Мелкого Колючего Снега Налетая На препятствие Ветер Кидал Клочья Снега Подхватывал Земли Новые И Опять Рвался Куда-то Вперед Иногда Внезапно Наступало Затище И Тогда Среди Темноты Ночи Высвечивалось На земле Гигантское Пятно Света В полосах Света Лежал Город Раскинувшийся Внизине Бараки Бараки И Бараки Покрывали Землю Вышки Состоящими На них Прожекторами Часовыми Уходили За горизонт Струны Колючей Проволоки Натянутой Между Столбами Образовывали Несколько Заградительных Рядов Между Которыми Лежали Полосы Ослепительного Света От Прожекторов Между Между Первым И последним Рядами Колючей Проволоки Лениво Бродили Сторожевые Собаки Лучи Прожекторов Срывались С некоторых Вышек И бросались На землю Скользили По ней Взбирались На крыши Бараков Падали С них На землю И опять Бежали По территории Лагеря Окруженного Проволокой Часть Прожекторов Вылизывала Пространство За пределами Лагеря И Обижав Определенный Сектор Возвращалась К рядам Колючей Проволоки Чтобы Через Несколько Мгновений Начать Повторный Бег Солдаты С автоматами Стоя На вышках Беспрерывно Просматривали Пространство Между рядами Проволочных Заграждений Затишье Длилось Недолго Ветер Опять Внезапно Срывался И Все Снова Ревело Гудело Выло Колючий Снег Заволакивал Яркое Пятно Света И Темнота Охватывала Долину Лагерь Особого Назначения Еще Спал Ну а Вдруг Раздался Удар По Весевшему Рельсу Сперва Один У входа В лагерь А затем Под ударами Зазвенели Стальные Рельсы В разных Местах Лагеря Прожекторы На вышках Судоро Заметались Ворота Лагеря Открылись И в зону Стали Въезжать Один за другим Крытые Грузовики С воспитателями В кавычках Надзирателями Работниками 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 По режиму И вольнонаемными Машины Разъезжались По территории Лагеря Останавливались У бараков Из грузовиков Выскакивали люди И по 4 человека Шли к бараку Обходили его Со всех сторон Проверяли Сохранность Решеток На окнах Наличие Замков На дверях Отсутствие Подкопов Стен Или других Признаков Свидетельствующих О побегах Заключенных Осмотрев И убедившись Что ничего Не повреждено Надзиратели Отпирали Двери Бараков И в это время Прожекторы Еще более Судорожно Продолжали Метать А часовые Внимательно Оглядывали С вышек Лагерь Собаки Между рядами Проволоки Начинали нервно Обегать Свой участок Лагерь Особого Назначения Начинал Свой Трудовой День Тысячи Десятки Тысяч Заключенных Приступали К работе Кемната Медленно Светлела Наступал Серый Северный Зимний Рассвет Но ветер По-прежнему Рвал снег Кидал его В воздух Выл и гудел Встречаясь С малейшим Препятствием И все дальше И дальше Нес Жестокий Колючий Снег За пределами Зоны Лагеря Недалеке От него Горело Несколько Костров Пламя Которых То вспыхивало То затухало Костры Горели Днем И ночью Беспрерывно Отогревая Мерзлую Землю Для братских Могил В которых Хоронили Умерших Заключенных Лагерь Ежедневно Посылал Туда Сотни И десятки Своих Жителей Отдавая Этим Дань Установленному Лагерному Режиму Барак Лагерь Особого Режима Ожил Хлопали Двери Бараков Заключенные Выбегали На улицу Для проверки Строиться Раздавались Крики Ругань Кого-то Били Холод Пронизывающий Ветер И темнота Сразу охватывали Заключенных Строясь Бригадна В колонны Шли они На раздачу Пайки Строясь 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 Ночь переходила в темный рассвет, и короткий полутемный день, но сейчас фонари и прожекторы еще освещали лагерь. Отец Арсений был постоянным барачным дневальным, колол около барака дрова и носил их охапками к барачным печам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Беспрежимно повторял он, совершая свою работу. Дрова были сырые и мерзлые, кололись плохо. Топора или колуна в зону не давали, поэтому кололи поленье деревянным клином, загоняемым в трещину другим поленом. Тяжелая и мерзлая полена скользила и отскакивала в слабых руках отца Арсения, и никак не могла попасть по торцу забиваемого клина. Работа шла медленно. Неимоверная усталость, глубокое истощение, изнурительный режим лагерной жизни не давали возможности работать. Все было тяжело и трудно. К приходу заключенных огромный барак должен быть натоплен, подлетен и убран. Не успеешь? Надзирательно правят в карцер, а заключенные и забьют. Бить в лагере умели. И били в основном политических. Начальство било для воспитания страха, а уголовники избивали, отводя душу. И скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день. Били умеючи, с удовольствием и радостью. Для уголовников это было развлечением. Господи, помилуй меня грешного, помоги мне, на тебя уповаю. Господи, Матерь Божия, не оставьте меня, дайте силы, молился отец Арсений. И, изнемогая от усталости, охапка за охапкой, переносил к печам дрова. Пора было затапливать. Печи совершенно остыли и не давали больше тепла. Разжигать печи было нелегко. Дрова сырые, сухой растопки мало. Вчера отец Арсений набрал сухих сепок, положил в уголок около одной из печей, подумав. Положу на сохранение сушня, а козатор дрова быстро ими разожгу. Пошел сегодня за сушняком, а уголовная шпана взяла и на зло облила водой. Подошло время разжигать печи, запоздаешь, и прогреется барак к приходу заключенных. Кинулся отец Арсений искать березовую кору или сухих сепок в дровах за бараком, а сам творит молитву Иисусу Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешного. И добавляет, да будет воля твоя. Дрова за бараком перебрал и увидел, что ни коры, ни сушняка нет. Как растапливать печи, не придумаешь. Пока отец Арсений перебирал дрова, из соседнего барака вышел дневальный старик. Уголовник больших статей, жестокости непомерной. Говорили, что еще в старое время на всю Россию гремел. Дел за ним числилось такое множество, что даже забывать стал. О своих делах не рассказывал. А зато малое, что следователь узнал, дали вышку расстрел. Да заменили особым, что для старых уголовников иногда было хуже. Расстрел получил и сразу отмучился. А в особом смерть мучительная, медленная. Те, кто из особого случайно выходили, становились полными инвалидами. Поэтому, попав сюда, люди ожесточались. И выливалось это ожесточение в том, что били политических и своих же уголовников насмерть. Этот уголовник держал в строгости весь свой барак. И начальство его даже побаивалось. Случалось, мигнет ребятам. И тогда готов несчастный случай. А там, веди следствие. Звали старика Серый. По виду ему можно было дать лет шестьдесят. Внешне казался добродушным. Начинал говорить с людьми ласково, шуткой. Окончал руганью, издевательством, побоями. Увидев, что отец Арсений несколько раз перебирал дрова, крикнул. Чего, поп, ищешь? Растопку приготовил с вечера, а ее водой для смеха залили. Вот хожу и ищу, сушняк. Дрова сырые, что делать, ума не приложу. Да, поп, без растопки тебе хана, ответил Серый. Народ с работы придя замерзнет, вот что плохо. Да и меня и забьют, проговорил отец Арсений. Идем, поп, дам я тебе растопку. И повел отца Арсения к своим дровам. Там сушняка целая поленница. Мелькнула отца Арсения мысль. Шутку придумал Серый. Знал его характер и помощи от него не ждал. Бери, отец Арсений, бери, сколько хочешь. Стал отец Арсений собирать сушняк и думает, наберу. А он меня на потеху другим бить начнет и кричать, поп, вор! Но тут же удивился, что назвал его Серый отец Арсений. Прочел про себя молитву, крестное знамение мысльно положил и стал соперником. Субтитры добавил DimaTorzok Корректор А.Кулакова Продолжение следует...